Как я и люблю начинать свой рассказ, анализ чего-либо, сначала, так и сейчас сделаю. Стиль Боха, как и само название, имеет очень богатую историю, поэтому перед тем, как просто показать вам подборку в стиле Боха, расскажу вам историю, которая случилась давным-давно, а именно много веков назад. К началу христианской эры западная часть современной Чешской республики была заселена кельтскими племенами боев. Они проживали на этой территории в течение нескольких веков, как следствие, эта страна получила название от этого племени – богемия. С VI века ее постепенно заселяют славянские племена, а в средние века на этой территории проживает много цыган. В те времена непрекаянная жизнь артистов сравнивалась с жизнью цыган. Кроме того, многие цыгане сами были актерами, певцами и музыкантами. Как нам известно, цыгане – кочевнический народ и везде бывал. В разных местах их называли по-разному. Будучи артистами по своему ремеслу, они обосновались в беднейших районах Франции, где соседствовали с начинающими писателями, поэтами, актерами и художниками. Местные считали их выходцами из богемии, поэтому прозвали богемцами – богемой. Боемьян буквально с французского означает «цыгане». Я уже, наверное, больше не стану удивляться тому, что у истоков чего-то, что связано с модой, стоят французы. Тут они придумали туфли на каблуке, тут придумали название новому стилю. Ну, если вы хотите понять, о чем я говорю, можете посмотреть видео, в котором я рассказываю, что такое мода, кто и зачем ее вообще выдумал, и значил ли термин «мода» то, что мы сегодня про эту моду знаем. Ссылку найдете в описании. В общем, нетрудно догадаться, что вольный стиль жизни богемцев, их стиль в одежде, идеи буддизма проименовали как «бохо». Позднее этот стиль заимствовали хиппи. Сегодня же стиль «бохо» впитал в себя множество других этнических мотивов. Например, элементы одежды жителей африканского континента, культуру островитян Ямайки и Гаити, а также мексиканские, арабские, индийские и китайские орнаменты. Напишите в комментариях, знали ли вы историю происхождения стиля «бохо». Всем привет, с вами Юля, и сегодня я исполняю ваши пожелания. Сегодня мы говорим с вами о стиле «бохо» и стараемся понять, почему именно такие отличительные черты присущи этому стилю. Как мы можем заметить, «бохо» впитал такие черты, как свободолюбие, принцип ненасилия, жажда к творчеству, познание мира и себя. Сегодня, ввиду актуальности этих взглядов, связанных с экоповесткой, этот стиль пришелся по душе веганам, защитникам природы и прав животных, а также просто последователям ЗОЖ, йоги и различных духовных практик. «Бохо» — это не только состояние души, но и манифест. Так уж получается, что этот стиль как нельзя лучше ассоциируется с гастролями и странствиями. Ведь именно вдали от городской суеты мы становимся ближе всего к миру и открываем для себя новые эмоции. Если вы захотите примерить на себя стиль «бохо», помните, что в вашем образе должен ощущаться художественный беспорядок. И ключевое слово «ощущаться», а не «быть», потому что «бохо» — это не про грязь, мятые вещи, а скорее про творческое мироощущение. «Бохо» делится на несколько разновидностей, где главная идея сохраняется, но имеются некоторые отличительные элементы, пришедшие после соприкосновения с другими направлениями стиля. Классический «бохо» — шик подразумевает активную позицию по отношению к миру, особенно это касается защиты животных, поэтому в нем не может быть натурального меха и кожи, а в образе преобладают вещи из природных тканей, преимущественно льна и хлопка. Часто встречается ручная вязка или кружево. Экологичный «бохо» — образы могут быть выполнены из кожзама, а различные элементы дополнены ручной работой, вышивкой, бисером, аксессуарами из дерева или природных минералов. В Азии можно найти одежду, сшитую из волокон бамбука. Свободная одежда, бьенные юбки, удобная обувь — главные тенденции этого стиля. Соломенные шляпы, большие тканевые сумки и платки, вязанные или расшиты цветами — самые популярные атрибуты в этом направлении. Это «набохо» шик. Стиль, чья ключевая особенность заключается в использовании особенных для каждого региона этнических и фольклорных мотивов. Одежда изготавливается из натуральных материалов, а фасоны так или иначе напоминают национальную одежду. Хиппи «бохо» шик. Отличается других стилей своей многоцветностью, яркостью. Одежда в основном из натуральных тканей, но отличить его легко по обилию бахромы и множеству вязаных цветных деталей и элементов. Гламурный «бохо» шик. Необыкновенно женственный стиль, чье ключевое отличие заключается в используемых тканях. Мех, шифон, при этом вся одежда приталена, а платья обязательно многослойны. Но часто не удается выявить точно, к какой из разновидностей стиля «бохо» относится тот или иной образ. Все это происходит потому, что все эти стили связаны между собой общей концепцией и особенностями. Вот топ-10 особенностей, которые характерны стилю «бохо». Этот пункт неудивителен в связи с философией «бохо» стиля. Одежда «бохо» может содержать хлопок, лен, бархат, шелк, вельвет, эко-кожу. Цветочные мотивы и причудливые узоры придутся по душе веганам и последовательницам ЗОЖ, потому что в «бохо» при всей его многослойности и пестроте заложены аскетизм и стремление к самопознанию. К тому же вещи «бохо» стиля, изготавливающиеся из натуральных тканей, а порой из вторично переработанного сырья или сделанные вручную, удивительным образом соотносятся с осознанным потреблением и движением в сторону устойчивого развития. Любителям экзотики и духовных практик придется по душе орнамент пейсли, также известный как турецкий огурец, слеза Аллаха или персидский кипарис. Если вы увлекаетесь Восточной Азией, то вам придутся по душе мотивы с птицами и цветами лотосами, которые могут украсить тунику или платье хакаму. Элементы цыганского стиля проявляются изобилием красного, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Хиппи-принт тай-дай. Снова отталкиваясь от философии «бохо» стиля, его любители и почитатели – это борцы за права животных и защитники природы. Аппсайкл проекта в гардеробе таких представителей неудивительный, ведь аппсайкл – вторая жизнь старым вещам. Предлагаю вам посмотреть видео, в котором я рассказываю, что такое аппсайклинг, а также подробно показываю, как шью корсет из старых джинс. Ссылку найдете в описании. Свободные, как ветер, багенцы одевались в удобную свободную одежду. Это качество до сих пор отражает стиль «бохо». Платья, юбки длины миди или макси, свободные струящиеся брюки, декорируются различными вышивками, кружевом, легкими валанами. Многослойность в обозначении «бохо» нужно понимать в разных разрезах. Первый – классический, где многослойность достигается умеренным количеством вещей в одном образе – посредством комбинирования разных длин и объемов. Второй – многослойность в аксессуарах, где каждая вещь в образе отдельная единица и по-своему отражает характер человека. И третий тип многослойности – комбинирование тканей разных фактур. Ручная вязка и джинс. Летящее хлопковое платье с кожаной бахромой. Бусы, кольца, браслеты, серьги изготовлены из природных материалов – дерева, соломы, перьев, натуральных камней, серебра. Обувь в стиле «бохо» выполнена из натуральных и комфортных материалов – кожи, замшину, бука. Может быть, как ярким акцентом в образе, так и, наоборот, незаметной. Самые популярные модели – сандали с множеством ремешков, ботильоны на небольшом широком каблуке, грубые ботинки из потертой кожи, ковбойские сапоги, модели с декоративными элементами – бахромой, вышивкой. Обилие кружева, бахромы, ручной вязки, перьев, деревянных бусин – все это про стиль «бохо». Если вы решили собрать образ в стиле «бохо», не забудьте про обязательное наличие аксессуаров на голову – шляп, платков, повязок. Пусть приверженцы «бохо» стиля предпочитают натуральные материалы и натуральные цвета и оттенки в одежде, одной из особенностей этого стиля является то, что они не боятся быть яркими. Яркими и будто бы странными. Об этом нам говорят необычные и на первый взгляд не всегда понятные принты. Вместо классического гороха, клетки или полоски богенцы – я все-таки их так назвала – носят яркие решения не ради принадлежности к аристократии, как это, например, делают итальянцы, можете посмотреть видео по ссылке в описании, а для самовыражения. Они тем самым говорят, что жизнь прекрасна, сегодня я солнечная, а завтра приближена к земле, траве. Вы просили? Я сделала. Это видео случилось благодаря вам, мои зрители. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Отдельно я потрудилась над подборкой визуальной составляющей и выбрала фото о максимально свежих, актуальных бохообразах. И жду вас в комментариях с вашими предложениями о том, какой следующий стиль вы хотели бы изучить. Всем желаю хорошего настроения и пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...